Приветствую вас и я бы сказал, что проблема, проблема, связана с тем, что вы изначально имели определенный мотив. Вот, смотрите, вы пишете, как-то разошла тема разговора о интиме. Я знал, что она не девственница, но она мне, наконец, говорит, что у нее был один партнер, но все же стало интересно. Интересно больше, и я начал спрашивать ее, как, где это было и т.д. Вот вам и первый вопрос, Денис. Зачем вы это начали делать? Зачем? Было в прошлом это, было в прошлом это, это было до того, как она встретила вас, это было до того, как у нее появились вы, она была моложе, она и сейчас не очень-то начали зрелое. Вот. И, как бы, зачем вы это делали? Зачем вы расспрашивали об этом у нее? Какую цель вы преследовали? Недоверие, неуверенность в себе, страх. Вот это и заставляет вас теперь испытывать те же самые чувства, которые вы описываете в конце своего сообщения. Вы не уверены в себе, вы боитесь того, что она вам изменит, и у вас есть некое идеализированное представление о том, ну, какая у вас должна быть девушка. Так вот, Денис, вы сами для себя решите вот что. Вы ее любите, девушку свою? Если любите, то принимайте ее такой, какая она есть, и принимайте ее, в общем-то, обоснованный страх того, что вы ее не поймете. И это действительно так, вы ее не поймете. Это значит, что девушка была права в том, что вам не говорила. Поэтому она знала, что вы будете испытывать эти самые чувства. Она знала, что вы будете тяготиться, и она, вероятно, знала, что вы не сможете ее простить, например, и жить дальше, Денис. И связано это опять же с тем, как вы воспринимаете себя в контексте ее. Вы говорите, что поругались. Кстати говоря, о чем поругались, непонятно, что заставил нас поругавчик. Кстати, вы, говоря поругались, как бы снимаете ответственность с себя. Вы говорите, вот мы поругались, да, вот мы поругались, но ругались-то не вы, как таковые, а ругались-то именно только вы, Денис, вы ругались с ней. Она вам как бы отвечала, она вам, она как бы от вас защищалась, но ругались-то все же вы. И вопрос заключается в том, почему вы ругались, что заставляло вас это делать, и что заставляет вас сейчас, по сути, там, где думать обо всем этом. Что вас именно заставляет, почему вас это так задевает, какая проблема или какая может быть сила, какая энергия заставляет вас мыслить подобным образом. Не принимать ее. Понимаете ли вы, например, то, что, то, что, вот, вы свою девушку не любите. Вы ее не любите, потому что не принимаете ее такой, какая она есть. Вы не любите свою девушку, потому что вы о ней что-то узнали, и все, из нас стали думать о ней хуже. Так это не работает. Любовь так не работает. Если вы принимаете человека, то вы принимаете его целиком и полностью, и все. У вас же получается так, что вам нужна определенная девушка с определенным прошлым и так далее. И, как я уже сказал, человек не просто так начинает вспоминать прошлое, человек не просто так начинает об этом думать, человек делает это только тогда, когда он своего рода сам не уверен в себе. И вот вы, Денис, к себе не уверены. Вы, Денис, теперь боитесь того, что вам девушка тоже изменит. Если у вас есть страх измены, то это эгоизм. Во-первых, во-первых, то есть вы эгоистично к девушке относитесь, вы думаете о себе, например, а не о ней, это во-первых. И, во-вторых, что куда более важно, вы, откуда идут все причины ваших страхов, вы базитесь того, что в результате всех этих действий о вас, у вас, о себе изменится представление, то есть вы будете думать о себе хуже в результате этих вот ситуаций, этого вот, ну, скажем так, поведения девушки. И вопрос заключается в том, а почему вы будете думать о себе хуже? Вопрос заключается в том, а почему у вас изменится представление о себе? Вопрос заключается в том, в чем вы не уверены в себе. Если вы будете себя вести вот так, как сейчас, не принимая прошлого девушки и, в общем-то, ну, как бы, обижаясь, условно говоря, на нее, на то, что она делала, когда с вами еще не была знакома, то она, скорее всего, от вас уйдет и она, скорее всего, вас бросит вот потому, что поймете, что вы ее не прощаете и вы ее не принимаете вот такой, какая она есть. Если вы этого не хотите, то лучше примите. И подумайте о ней. То, что это вот то, чего я хотел бы. Чтобы вы думали больше именно о ней, о своей девушке, о том, что она чувствует о том, что она думает, что она делала, сделала и так далее. Подумайте о ней во всей этой ситуации, не о себе. А вам, если вы все-таки не уверены в себе, вам я рекомендую поработать над своей уверенностью в себе над личным набросом и над отношением как к сексу, так и к прошлому, так и рекомендую вам поработать над тем, как вы воспринимаете девушку, то есть в контексте, ну, в контексте чего и как вы ее воспринимаете. Это, на мой взгляд, это очень важный момент, потому что, ну, в отношениях нужно быть все-таки зрелым, в отношениях нужно быть все-таки мужчиной, а вы ведете себя пока как достаточно неуверенный в себе человек. И это вот является тем, что будет серьезно оплажнить, а то и привести к окончанию ваших отношений. Если вы не хотите, то поймите, что для вас важно, поймите, что для вас действительно ценно, поймите, что вообще на самом деле имеет значение, и об этом старайтесь не забывать. А просьба, просто останется просто. Важно не то, что было когда-то, важно то, что и сейчас. Но без личностного роста, без повышения вашей уверенности, вряд ли вы сможете нормально находиться в отношениях с девочкой. Самое главное, поймите, что проблема не в ней. Вы проецируете на себя, вы проецируете, простите, на нее то, чего вы боитесь сам. Вы проецируете на нее свои немного искаленные установки, и вы проецируете на нее свою неуверенность в себе и страхи, и именно поэтому возникает такая ситуация. Для начала перестаньте своей девушке вообще в чем-либо винить и скажите, я тебя понимаю, я понимаю, почему ты обманывал меня, почему ты не говорила об этом, я понимаю. Но сначала скажите это, после начинайте работать в тех направлениях, которые я вам сказал. Сейчас, если мы говорим о страхе, то чего вы боитесь, так ли страшно, то чего вы боитесь, вот подумайте в этом направлении. Если мы говорим про неуверенность в себе, то, соответственно, в чем именно вы неуверенны, и почему, и какие вы можете совершить действия, чтобы уверенность в себе повысить. Но это работа, и вопрос в том, готовы ли вы к ней. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!